Сегодня под председательством Макима города Ержана Желхобаева состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Тарасского городского филиала партии Нур-Атан. Кроме отчетов были рассмотрены 4 вопроса на повестке дня. Председатели ряда первичных партийных организаций высказали свои предложения. Филиал партии областного центра, который осуществляет свою деятельность на протяжении вот уже 22 лет, сегодня провел очередную свою 31-ю отчетно-выборную конференцию. Инициировав выборы председателя Тарасского городского филиала партии Нур-Атан, партийцы единогласно поддержали кандидатуру Акима города Тараза Ержана Желхобаева. Спасибо избирателям. Вы хорошо знаете предвыборную программу партии Нур-Атан. Каждый член партии должен работать над выполнением этой дорожной карты. В ходе мероприятия был заслушан отчет полицовета Тарасского городского филиала партии Нур-Атан о проделанной работе за 2019-2020 годы, рассмотренной задачей на предстоящий период. По словам Олихана Байдуанова, партийный коллектив, который трудился, несмотря на карантинные ограничения, уже в текущем году инициировал ряд важных проектов. В рамках партийного проекта «Кедыргисы-Скелешек» прошло 15 мероприятий, а в рамках партийного проекта «Бахтотбаса» – «Бахатэбалалых шаг» 15. Члены партии должны активно участвовать в решении вопросов, поднятых населением, укреплять обратную связь с народом. Это является реализацией концепции слышащего государства, главы государства Касамажумарта Тукаева, на основе задач по улучшению благосостояния горожан и программы развития города, подготовленная предвыборная городская программа партии «Нур-Отан». Всем известно, что во время пандемии молодёжь сплотилась, увеличилось и количество волонтёров. Они не только помогали людям в карантинный период, но оказали посильную помощь махтаральцам. Кроме того, проводятся мероприятия, посвящённые юбилейным праздникам. Однако не обошлось без пробелов в работе. В ходе внутрипартийного праймериза в прошлом году были выявлены значительные пробелы в информационных данных по качественному составу членов партии. В результате более 3000 человек, состоящих на учёте в Таразе, были исключены из рядов партии. Только 78% членов партии прошли авторизацию и приняли участие в онлайн-голосовании. Более 2400 человек не участвовали в этой политической кампании. По итогам конференции были избраны члены полицовета Таразского городского филиала партии «Нуратан» и делегаты 28-й конференции Жамбылского областного филиала партии. Собравшиеся выразили уверенность в том, что с новым составом партия добьётся поставленных целей, а на молодых членов возлагаются большие надежды.